Летние каникулы – это период, когда дети хотят проводить на открытом воздухе как можно больше времени. Детские площадки являются одним из самых популярных мест для активных игр и развлечений. И с года в год современных детских площадок в городе Бресте становится все больше. Они обновляются и не могут не радовать мамы и их малышей. Но помимо того, что они должны быть удобны и комфортны для игр, качели горки и другой инвентарь должны быть безопасными. А для этого за детскими площадками нужен пристальный контроль. Их вовремя надо ремонтировать или вовсе менять. Основным комплексом мер по обеспечению безопасности детей на детской игровой площадке включает в себя в первую очередь соблюдение требований безопасности при проектировании и изготовлении игрового оборудования. Также выполнение требований по размещению и установке оборудования на детской площадке. Также в период эксплуатации контроль за техническим состоянием оборудования. Еще одним из немаловажных это контроль взрослых за поведением детей при использовании детского игрового оборудования. Значит с 2018 года приемка вновь установленного детского игрового оборудования на баланс Кубжирового города Бреста, а также введение его в эксплуатацию осуществляется только после предоставления соответствующей документации, передающей стороной, которая соответствует всем нормативным документам. В городе Брест сегодня делается все, чтобы детские площадки были безопасными. Если ранее все качели, горки и карусели были выполнены исключительно из металла, то сейчас все больше деталей на современных площадках делают из пластика, избегая острых углов или любых потенциально опасных инструкций. Это значит, что применяя современные технологии, проектировщики стараются обезопасить малышей от травм. Но, к сожалению, в городе по-прежнему остаются площадки, которые требуют особого внимания. Так по улице Пригородной 30 жильцы недовольны местом отдыха для своих детей. У нас детская площадка, вообще, от слова вообще нету ее. Сам начальник Дома управления 8-го приезжает, подкрутит, потому что песочницы, песка никогда нет. Вечные в нас проблемы. Вечно ругаемся. Что они говорят? Они говорят, пусть ваши родители привезут в мешках сюда и засыпят детям, которые детям скамейки там поломаны. Сколько просили скамейки, но уже сейчас хоть стали, немножко починили. К сожалению, такие площадки в городе Бресте есть. Однако количество новых, современных, а главное, безопасных детских городков преобладает. И с года в год в городе над Бугом их становится все больше. Должны быть соблюдены все требования по размещению. Как правило, при проектировании и установке детского игрового оборудования присутствует схема, на основании которой проводится установка. Если этой схемы нету, то это, согласно нормативным документам, есть, где определено, какие расстояния должны быть, и устанавливается согласно этим требованиям. В одном из дворов Бреста, именно на улице Смирнова, 19, радует глаз новая современная и большая площадка, которая напоминает небольшой детский городок. Она появилась за средства спонсоров, которые, посоветовавшись со специалистами, установили ее, придерживаясь всем правилам и стандартам. Дети счастливы, мамы спокойны, что их дети могут проводить время комфортно и безопасно. В том районе, где мы живем, на Домковской, там у нас есть площадка. Ну, как бы нас устраивает. Ну, так как у нас маленький малыш, тут качели есть детские, а на нашей нет такой качели. Поэтому сюда и приходим. А так вообще на Речице здесь, в принципе, больше таких площадок нет. Для детей здесь, конечно, вообще раздолье. Просто сейчас в школе продленка, поэтому детей нет. Обычно тут дети бегают, метают, их куча. У меня старший вот как бы там сейчас, ну, я бы не сказала, он сколько сюда приходим, нигде не ударялся, ничего. Ну, как бы его все устраивает. А с младшим тоже он здесь ходит, гуляет, ничего острого нет, в принципе. И качель вот эта здесь, одна детская, там как бы, ну, хватает детям. Нас устраивает. Здесь, в принципе, как по мне, то идеальная площадка. Анастасия Малишкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимантович, телекомпания «Абуктово». Малышкевич, Юрий Лимантович, телекомпания «Абукты». Продолжение следует...